Сохранение народной культуры дело непростое, ведь, как правило, речь идет о нематериальных вещах, устном творчестве, исполнительском мастерстве. Фольфлорный ансамбль «Шардан» из деревни Кадиркасыча Боксарского района вот уже 25 лет воссоздает забытые традиции и обряды чувашского народа. Наша съемочная группа побывала на праздновании Пасхи, попробовала мангун, поты. Что это такое и с чем его едят? Смотрите в следующем сюжете. Пасха или мангун являются, пожалуй, самым светлым и большим праздником чувашского народа. Издавна в пасхальную неделю было принято ходить друг к другу в гости с песнями под гармошку. В каждом доме угощались, но перед пиршеством обязательно молились богам. Молитвы чуваши просили о благополучии селения, о мирном и урожайном годе. Мангун, честный сень, щича нащине, щича нащине, щича нащине, щича нащине, дырак мала болтар. Кирвигун, честный сень, вара, пер перчат на варне, пинь берча пуштар закерзе, щича кириде хумала болтар, щапла болтар. Наш народ во все времена славился своим гостеприимством и в любые праздники стремились к разнообразию блюд. Так одним из ритуальных блюд праздника Мангун являлась каша. Ее подавали на стол деревянной чаши, и каждый пришедший должен был ее испробовать. Обряд Мангун-Паты по другому молении каши сейчас проводится редко. Но по сей день в некоторых деревнях при проводе парня в армию по завершении сева или в обряде вызывания дождя угощаются кашей. И возрождение этих добрых традиций – большая заслуга фольклорного ансамбля «Шардан». Мы сейчас проводим эти мероприятия для того, чтобы они сохранились. Наши традиции, обычаи Мангун-Паты, проводы в армию, свадьба, новоселье осправляем, щенбюртички. И все эти мероприятия проводим для того, чтобы передать подрастающему поколению. Мы показываем здесь именно старинные обычаи и традиции чувашского народа. Не только чувашского народа, но и шарданцев в нашей местности. Поэтому, где бы только мы ни бываем, везде воспринимают очень душевно. Фольклорный ансамбль «Шардан» действует с 1992 года. И собрались здесь люди с удивительными голосами. За 25 лет коллектив приобрел популярность не только у себя в районе, но и за его пределами. Шарданцы постоянно находятся в творческом поиске. Благодаря им воссозна множество интересных обрядов чувашей. Перенимая их у старожилов, они пополняют свой репертуар. И не зря гордо носят звание «Народный ансамбль». Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.